итак тема проповеди будет называться доверяй слову бога матфея 14 глава 19 стих и велел народу возлечь на траву и взяв пять хлебов и две рыбы возрел на небо благословил преломив дал хлебы ученикам а ученики народу и ели все и насытились и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных а евших было около пяти тысяч человек кроме женщин и детей что здесь мы видим написано и велел народу и велел народу вы понимаете что если бы народ не послушался бы он бы не увидел это чудо что такое повелел народу он сказал своим ученикам рассадите народ по 50 человек четко по 50 человек если в этом ряду уже 51 уже следующего человека после 50 51 вы пересаживаете в новый ряд а зачем это надо а для тебя никто не просит сейчас задавать вопросы сейчас говорит бог чтобы ты увидел чудо чтобы ты увидел чудо не тебе надо задавать вопросы а тебе нужно послушаться и велел народу возлечь на траву возлечь господи а еда где господь говорит добро пожаловать в ресторан сейчас будем кушать а еда где а за что молиться когда ему принесли две рыбки и пять хлебов ученики говорят вот у нас только вот это он говорит дайте это мне принесите это мне когда у вас есть что-то малое все равно отдавайте господу от всего сердца может это будет ваша последняя но бог сделает чудо хотите видеть чудо вам нужно быть послушным слову божьему сегодня новостные каналы и телевизор этот ящик лучше бы его не было вообще но так как он есть мы через него проповедуем он понял дьявол понял секрет что если занять позицию слова и говорить внушать то люди будут верить и поэтому многие верят новостям дьявол купил все новости почти все новости может быть 99 и 9 процентов и через них он говорит и люди верят дьявол понял как работает тактика как человек начинает верить он начинает слышать слышать одно и то же и он начинает это принимать за истину особенно если это говорят влиятельные люди особенно если это говорится громко часто значит это правда вера приходит через слышание и не важно это негатив или это позитив вера приходит через слышание как человек слышит он начинает в это верить и мы видим что произошло невероятное чудо повара не готовили повара не мыли посуду а пять тысяч человек не считая женщин и детей а если посчитать это может быть 15-20 тысяч было там никто не готовил не тратил на это время суеты никакой не было все наелись поверьте наелись и еще осталось только потому что Иисус это говорил мы можем смело доверять слову Бога послушайте если мы верили учителям в школе вы знаете во многом это было плюс мы научились читать говорить писать мы верили всему что нам рассказывали как только у нас больше разума появлялись мы уже научились отделять где правда где ложь но верили мы всему в детстве вот все что нам расскажут мы во все верим я верил в небылицы которые мне рассказывали вообще и друзья брат рассказывал там все кому не лень все мне я во все верил хорошо или это или плохо так есть но потом когда ты возрастаешь ты понимаешь ты понимаешь ты понимаешь что тебе нужно что тебе надо откладывать и потом ты даже смеешься итак читаем дальше следующее чудо которое произошло тут же вы хотите видеть чудеса в своей жизни то что вы бы никогда бы не смогли сделать вы хотите чтобы это появилось в вашей жизни я спрашиваю вас в смысле было бы неплохо послушайте есть чудеса не такие чудеса которые слушай было бы неплохо обновить телефон или что-нибудь такое понимаете нет послушайте есть чудеса которые если не произойдут человек умер понимаете есть чудеса которые необходимы вот смотрите здесь люди покушали это была необходимость почему потому что три дня они не кушали иисус позаботился о них чтобы они поели чтобы они покушали потому что они избрали благую часть они избрали слово Божье и Бог восполнил их физическую нужду читаем следующее чудо Матфея 14 глава 22 стих какая у нас есть привилегия читать это разбирать это вы представьте у первых верующих у них только все устно было у них еще ничего не было записанного ни посланий ничего все еще только зарождалось все еще только строилось все еще непонятно как было была конечно невероятная сила Божья была вера Божья но сегодня у нас у христиан последнего времени это просто просто время благоприятное что мы можем сейчас проанализировать жизнь людей которые ходили в чудесах и подражать им видеть как Господь заботился видеть как работает вера возможно в данный момент вам это чудо ну как бы сильно не нужно но может произойти такой момент и Господь он перед аварией или перед катастрофой учит людей перед тем как произойдет какая-то беда в вашей жизни он вас готовит он предупреждает чтобы вы оказались сильные и не поддались давлению но могли противостоять вы знаете что если вы простой верующий вы верите в Иисуса Христа вы не знаете всего вы можете противостоять аду вы можете противостоять самым большим демонам сорвавшемуся дьяволу на вас вы можете противостоять просто потому что сзади вас и впереди вас и слева и справа стоит бог стоят ангелы вы думаете я один я один я один вас охраняет бог и если вы на его стороне вы сами не выиграете эту битву но если вы с Иисусом вы одержите победу вы выиграете эту битву Матфея 14.22 сразу после этого чуда когда ело пять тысяч человек все были радостны написано тот час из понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону пока он отпустит народ и отпустив народ он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один а лодка была уже на середине моря и ее било волнами потому что ветер был противный в четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус идя по воде и ученики увидев его идущего по морю встревожились и говорили это призрак и от страха вскричали задача Иисуса обучить тебя быть смелым первое что Бог хочет чтобы чтобы в твоей жизни было чтобы ты никогда никого не боялся вы не представляете какую информацию вы можете услышать у вас просто все может сразу рухнуть вы можете просто сознание потерять вот просто вам придет какое-то бумагу этот какое-нибудь уведомление или вам просто звонок просто позвонит или вы какой-то диагноз получите все вы прочитав это вы сразу у вас обморок послушайте это все информация но Иисус учит нас сегодня прежде чем придет эта ситуация он хочет подготовить нас он не хочет чтобы это застало нас врасплох Иисус готовил своих учеников даже в тот момент когда его арестовывали он хотел чтобы они были подготовлены чтобы немножко по-другому сценарий развернулся чтобы они не в страхе убежали кто куда по-другому немножко должно было и он говорит вы молитесь молитесь вам это должно сейчас помочь они не делали это они не делали это и поэтому знаете в ночью с перепуга что как что за спецназ тут и все они были растеряны у них было единственный включился у них режим самосохранения бежать просто бежать без оглядки одному спасаться уже ты никому помочь не можешь просто бежать куда-нибудь а Иисус это предвидел и поэтому заранее сказал молитесь чтобы не впасть в искушение сегодня верующие игнорируют молитвы поэтому впадают в искушение а когда впал человек в искушение он думает почему же я впал в искушение потому что молиться надо и вот посмотрите иисус он готовит учеников готовит тяжелым ситуациям проповедовать евангелие по всему миру это не так уж и легко это не проповедовать в церкви за кафедрой ты идешь в народы где бесы контролируют уже веками людей у них свои устои у них свои традиции у них свои идолы и ты приходишь и говоришь ребята это все неправильно это все трэш это все надо собрать и выкинуть что они тебе за это скажут если это от бабушки досталось тебе от дедушки эти драгоценности эти идолы эти безделушки что ты будешь делать послушайте иисус нас сегодня готовит тяжелым временам тяжелые времена придут но подготовленные даже не поймут что это были тяжелые времена вы знаете вы можете плыть на корабле по морю вы можете плыть в бурю ну ходить по кораблю кушать разговаривать вас это как будто это не касается понимаете вы в порядке там такой что только выйдешь на палубу там такой ветер волны все но вы ходите вы спокойно у вас музыка у вас все хорошо то что сегодня будет происходить на земле это будет хаос это будет смятение людей и так вогнали уже в страх и дальше будут вгонять страх а мы как дети Бога мы должны сказать стоп у меня другой случай я в другой шеренге я вообще не от этого мира я оттуда мы от вышних сам иисус говорил мы от вышних а вы от нижних это не вы иисус говорил им итак здесь происходит ситуация иисус понудил он просто сказал им сейчас быстро садимся в лодку и переправляйтесь на другую сторону моря он им не предлагает он просто говорит сейчас делайте так сейчас делайте так сейчас делайте так представьте если мы все в жизни игнорируем вот нам Господь говорит ну он говорит только ученикам если мы ученики если мы ушли от этого мира древнее прошло теперь все новое мы посвятили свою жизнь Господу то это нормально если нам Господь говорит это нормально если начальство нам говорит что нам надо делать это нормально потому что это во благо и вот иисус говорит написано что он понудил учеников переправиться на лодке но другу зачем ночью иисус нельзя днем чтобы не было шторма зачем ночью садиться зачем это не целесообразно это твой мозг кричит и говорит душа твоя что зачем 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 иисус это делает надо спать ложиться а не садиться в лодку и ехать вы плавали когда-нибудь на лодке в час ночи в два в три часа ночи вот кто плавал из вас поднимите руки нормальные люди вот я плавал на лодке с семьей но днем когда солнышко нормально в камыши заплываешь там можешь покидать немножко половить но ночью ты уже дома сидишь тебе нечего делать на море ничего не видно а почему иисус именно их понуждает садить в лодку и переплыть на ту сторону потому что его задача была подготовить их сегодня эта проповедь звучит именно к нам чтобы нас подготовить к предстоящим трудностям вы думаете но трудности не придут а я вам скажу каждое здание которое строит строится оно строится с пожарной безопасностью почему в каждом здании есть пожарная безопасность потому что рассчитано что однажды может произойти пожар должны быть двери должен быть этот звонок должно быть предупреждение люди должны спастись может это никогда не произойдет но они допускают что в каждом здании должны быть запасные какие-то выходы и так далее чтобы спаслись люди в вашей машине есть аптечка и нужные все вещи там треугольник то есть никогда в жизни может с вами не произойти авария но со многими же происходит и им это помогало время в которое мы живем опасное время опасное время если мы не будем слушать то что нам говорит господь мы обязательно попадем в мясорубку написано дьявол ходит как рыкающий лев ища кого поглотить вы видели как рыкающий лев который голодный если он вдруг увидел какую-то там косулю или какого-то там я не знаю там животное какое-то он прямиком ломанется первым делом он набрасывается и начинает просто кусать кусать и перемалывать этого просто его задача задушить и потом сожрать то же самое в духе то же самое в духе происходит верующих дьявол хавает у него большая пасть и он хавает верующих и верующие переживают большую боль в принципе этого не должно быть мы должны отражать ему твердую веру что мы верим в иисуса христа чтобы тебе добраться до нас ты должен пройти охрану а у нас охрана это наш господь это один банкир рассказывал я говорит был банкир я был очень уверенный человек состоятельный человек гордый человек ко мне нельзя было прийти рассказать евангелие я бы не поверил бы никогда в эту чушь и он говорит чтобы ко мне в офис добраться ты должен был пройти двойную охрану сейчас этот банкир стал пастором это чудо и очень хороший человек и вот он говорит я сижу в своем кабинете я не знаю как женщина прошла двойную охрану двойную охрану пришла мне и рассказывала евангелие я говорит ее не послушал для меня это казалось что-то вообще пустым звуком но потом когда ему светила уже смертная казнь а ее как раз в советском союзе отменили там то ли с распадом я не знаю точности все эти дела ему хотели заменить на 15 лет что ли тюрьмы там была очень большая канитель вот тогда он начал искать господа вот у нас же так когда все легко зачем господа искать зачем он нужен только когда беда господи помоги всю жизнь тебе посвящу двадцать шестой стих ученики увидев его идущего по морю встревожились и говорили это призрак и от страха вскричали но иисус тотчас заговорил с ними и сказал ободритесь это я не бойтесь сегодня господь говорит не бойтесь это я петр сказал ему в ответ господи если это ты повели мне прийти к тебе по воде он же сказал иди и выйдя из лодки петр пошел по воде чтобы подойти к иисусу иисус дает указ дает разрешение это это все это дорога открыта это зеленый свет в какой бы он те области не сказал не дал разрешения все все готово просто тебе с твоей стороны нужно простое послушание начинает двигаться в этом направлении знаете если вы откроете библию там вы увидите что бог постоянно что-то говорит это книга уникальная эти все 66 книг и постоянно вы что бы вы там не прочитали там будет звучать божье слово бог говорит там то говорит там то 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 постоянно что-то бог говорит но вы чувствуете что ну я не могу понять а что а что конкретно ко мне вот он и то сказал и появилось то этому он сказал и этому и этому и этому бог постоянно говорит но вам задача надо уловить именно то что вам бог сказал поэтому надо читать слово божье и размышлять и в какой-то момент вы почувствуете сейчас это слово конкретно направляется мне и вот когда вот это происходит это называется рема открытое слово божье слово божье как повеление сейчас сделай это вот когда к тебе пошел вот этот вот уже ты уже чувствуешь другое настроение ты не чувствуешь ты уже не видишь что это он павлу сказал это он там послание это к римлянам было к евреям а я не еврей не римлянин ты чувствуешь сейчас идет мне поток идет мне вот когда началось вот это такое как бы ощущение ты уже видишь откровение пошло знай бог говорит тебе и он тебе разрешает это делать начинаю хвататься за это начинай верить в это и ты увидишь чудо все что петр имел это слово которое иисус ему сказал из трех букв иди все все что петр и знал все что он мог доверять чему он мог доверять он даже иисуса толком не видел потому что ночи не видно просто силуэт может от звезд от луны как-то было чуть этот видно силуэт но лица не видно ничего не видно вот и пойми кто это многие люди даже не знают с ними бог говорит дьявол говорит они не знают но тебе нужно задавать вопросы тебе нужно изучать и знаете когда иисус сказал это я петр это я то петр сказал господь если это ты то разреши мне прийти к тебе по воде посмотрите иисус ищет в нас вот это дерзновение быть подобными богу потому что бог создал нас по самому образу и подобию если это делает иисус и это видит ученик ученик всегда хочет повторить то что делает учитель вот ходит например пацан такой худой знаете худой такой вообще не мышц нет ничего и вдруг он где-то увидел образ он заострил свое внимание что другой парень такой выходит накачанный и он подтягивается там пятьсот раз в нем зарождается вот это понимаете процесс творения он начинает этого However хотеть он начинает мечтать он начинает заниматься и он тоже он тоже подтягивается пятьсот раз две тысячи раз вам бы десять раз подтянуться или хотя бы один раз люди подтягиваются по нескольerte это невозможно да это это сейчас невозможно но если ты увидел что человек сделал значит это возможно если ты увидел что Иисус пошл по воде То, что Иисус не хочет, чтобы ты делал, Он тебе это никогда не откроет. Если Он тебе это показал, если ты увидел, значит, Он показал тебе пример, следуй этому. Он тебе намекает, делай это же. Сегодня верующим просто необходимо научиться ходить по воде. Вы думаете, это просто, знаете, для того, чтобы развлекать людей, толпу собрать. Нет, нет. Сегодня приходит такое время, когда тебе просто необходимо будет ходить по воде, находиться в сверхъестественном. Естественное тебе уже не поможет. Вот народ находится в пустыне, в естественных ситуациях, и три дня Он ничего не ел. Послушайте, они все голодные, у них уже все. Иисус отвечает народу. Он отвечает, Он сказал ученикам, рассадите их. Пусть и теперь помолился и благословил. Но учеников Он воспитывает. Как Он воспитывает? Он хочет, чтобы у тебя была ответная реакция. Я думаю, что Иисус хотел, чтобы они все вышли из лодки. Потому что они все были учениками. И там не было ученик номер один, ученик номер два, ученик номер шесть. Понимаете? Там все были избранные ученики. Там были апостолы. Это была команда. Это были люди, которые должны были перевернуть весь мир. И они это сделали. Им надо было бы всем выйти из лодки. И цель выхода из лодки не заключалась в том, чтобы потом байки рассказывать, истории рассказывать. Нет. Цель, смотрите какая, правильная. Чтобы подойти к Иисусу. Чтобы приблизиться к Иисусу. Вот почему невеста, она сегодня хочет на небеса. Она хочет встретиться с Иисусом. Церковь. Она хочет пришествия. Она хочет восхищения. Настоящая церковь, она ожидает Господа. Она хочет на небеса. Выходи сегодня из естественного. Доверяй Богу. И ты будешь видеть невероятную славу Божию. Спасешься ты. Спасется весь твой дом. Спасется все твое окружение. Люди будут спасаться тех, кого ты даже не знаешь. Они тебе потом скажут, я спасся благодаря тебе. Потому что я за тобой смотрел. Я от тебя слышал. Понимаете? Вот мы читаем Слово Божье, да? Там послание Петра, послание Павла. А вы думаете, Павел знал, что своими посланиями будет спасать миллионы, миллиарды людей? Не знал. Он просто был послушен. Напиши, Павел. Напиши, Петр. Напиши, Иоанн. Они были послушны. Когда вам Бог что-то говорит, сделай это, сделай то. Это отразится на поколения. Господь, может быть, просто не говорит вам что-то великое. Он может вам, знаете, что сказать? Ходи предо мною. Ходи предо мною во все дни жизни твоей. Может, ничего великого не произойти в твоей жизни, но Господь тебе говорит, просто, послушай, ходи предо мною, и все. А ты думаешь, Господь, я ничего не сделал, я ничего не могу. Тебя Господь и не просил ничего делать. Может, кого-то и просил. Но ко многим, может, к тебе звучит слово, ходи просто предо мною. Просто веди благочестивый образ жизни. Люди сами увидят, что ты благочестивый человек. Что ты человек, боящийся Бога. Будут следовать твоему примеру. Уж если дети маленькие смотрят, подростки курят, то все и они тоже курят. Почему? Взяли пример. А если мы покажем хороший пример, что надо верить в Бога, надо ходить в церковь, надо ходить на молитву, надо быть верующими. Нашему примеру последуют люди, остальные. Аллилуйя. Давайте сейчас обратимся к Богу.